Джая Двайта Чандра, Джая Гора Бхакта Вринда Джая Двайта Чандра, Джая Двайта Чандра, Джая Гора Бхакта Вринда Продолжение следует... Hare Rama Hare Рамама Рама Рама Харе 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 Рамама Харе Кришна Шри Кришна Читани Махапрабху Ки- Жай Мы начнем с вашего позволения и с вашего благословения прославлять Господа Чайтани. Единственная просьба у меня, кто не готов слушать или хочет пообщаться, можно выйти наружу, чтобы не мешать теме, потому что тема будет серьезная. И говоря про него, очень простой праздник для любого лектора, потому что очень легко всех вдохновить. Просто можно сказать «Шикришна Чайтанья Бога Прабуки!» Видите, работает, то есть не облажаешься особо. Это неудачный момент, я крикну, что-то такое, все вдохновятся. Но тем не менее, этот праздник очень важен для нас. Я поздравляю вас с Новым Годом для Гаудеев и Вашнавов. А именно с этого дня, 530 лет назад, началась эра Гаурабда. Это наш Новый Год. То есть у всех есть, у китайцев, у русских, у американцев, там у всех есть свой Новый Год. Вот у Вашнавов тоже он есть. И он празднуется в день Гаурапурнима. Поэтому я желаю вам всем в Новом Году. Кришна Пряма Бхакти. И сейчас по традиции Гаудеев и Вашнавы я хотел бы прочитать в этот святой день святую книгу, описывающую жизнь и деяния Господа Чайтани. Мы прочитаем 13-14 стихи 8 главы Шри Чайтания Чаритамриты, которую написал Кришнадас Кавирадж Госфами. И тема, которую я выбрал для сегодняшнего обсуждения, она не будет очень сентиментальной. Поэтому я попросил тех, кто не настроен внимательно, выйти. Потому что тема, которую мы будем обсуждать... И я хотел, я хотел что-нибудь рассказать такое сладенькое, знаете, залить медом истории, посыпать. Чтобы все попытаться сделать так, чтобы все уревелись. И ничего не вышло. Я подумал, сколько можно. Постоянно меня просят давать лекции, я какую-нибудь жесть говорю. И все сидят, загружаются. Тут я решил, все хватит. Надо вдохновить Вашнава в такой праздник светлый, солнечный, праздничный, золотой праздник. И решил, думаю, надо лекцию духовного учителя послушать. Обычно он любит нежности, рассказывает их с удовольствием. Я включил лекцию и понял, что, видимо, это моя карма. Всю лекцию Госвами Махарадж говорил о том, почему нам нужно понять милость Господа Чайтани. И что нам нужно ее понять. То есть не просто принять ее. Потому что мы не сможем принять то, что мы не понимаем. Да? Есть такие вещи, которые невозможно просто принять, если ты не понимаешь, что это. Это происходит просто отторжение. Итак, 13, 14, 15 стихи 8 главы Шри Чайтани Чиритамриты. Вы готовы к работе? Готовы! И это не значит, что это будет сухо, неинтересно. Я постараюсь как-то наполнить этот процесс какими-то интересными моментами. Но мы должны, как и в целом, когда становимся на путь Бхакти, мы должны быть настроены на работу, а не на развлечение. И развлечение оно будет, будет там, во Вриндаване, с Кришной накручивать хвосты коровам. Все будет когда-то, если мы до этого проведем предварительную глубокую работу над собой. И это долг человека – проводить постоянную работу над своим внутренним миром. Если мы не делаем этого, то духовная практика, материальная практика – все теряет смысл. Дорогие мои люди, поклоняйтесь Шри Чайтани и Нитянанде, отложив в сторону бесполезные доводы. Четырнадцатый стих. Логики говорят, не ояснив всего с помощью логики и аргументов, как можно решить, кому поклоняться. Пятнадцатый стих. Если вы действительно привержены логике, то сделайте предметом ее рассмотрения милость Шри Чайтани Магапрабху. Тогда вы поймете, насколько она поразительна. Еще раз слушайтесь в этот текст. Если вы действительно привержены логике. Вы привержены логике? Да. Да? Ну, нам нужно какое-то логическое объяснение. Большинство из нас не оказалось бы в Искон или в обществе Гаудея Вайшнауф, если бы здесь не было логики. Да? То есть, нам хватало христианства, где мало логики. Просто одень платок. Зачем одень? Одень платок. То есть, ну и так далее. Зачем светить водку? Надо. Надо после пасочки водку посветить. И так далее. То есть, не было логики какой-то. Мы пришли сюда, потому что здесь есть логика. И здесь Кришнадас Кавирадж Гасвами говорит, пользуйтесь логикой для того, чтобы понять милость Шри Чайтани Магапрабху. Комментарий Шилу Праупаду, Шилу Праупаду Кейдя. По этому поводу Шибахти Сидданта Сарасвати Такур пишет в своем комментарии, чтобы обычные люди, имея очень ограниченное представление о жизни, изобретают разного рода гуманитарную деятельность. Однако та деятельность на благо человека, начало которой положил Шри Чайтани Магапрабху, отличается от любой другой. Приверженцы логике, признающей только то, что можно обосновать логически, уверены в том, что без веских доказательств признать абсолютную истину невозможно. К сожалению, когда такие люди встают на этот путь, не получив милости Шри Чайтани Магапрабху, они так и остаются на уровне логических доводов, не продвигаясь в духовной жизни. Однако, если у человека хватает разума применить логику для того, чтобы глубоко понять духовное начало, лежащее в основе всего сущего, но он поймет, что скудные знания, добытые благодаря материальной логике, не помогут ему постичь абсолютную истину, которая пребывает за пределами досягаемости несовершенных органов чувств. Поэтому в Махабарате говорится о Чинтехкхалу и Эбхавана, Тамстаркена, Йоджиет, Махабарата Бишмапарва 5.22. Как можно с помощью одной только логики приблизиться к пониманию того, что находится за пределами воображения или эмпирических рассуждений обитателей этого мира? Логические доводы не обладают духовной силой и совершенно недостаточно для обретения духовного понимания. Полагаясь на обычную логику, человек часто приходит к ложным выводам относительно абсолютной истины, а может и может привести прийти к падению и новому рождению, например, в теле шакала. Целый огромный абзац. Первый абзац Шила Прабхупада описывает, что логика не всё. Да? Заметили, да? Вы поняли мысль, которая идёт? Он говорит, что да, логика важна. И буквально одна фраза. И дальше он говорит, что логика вообще не важна. Но дальше, следующий абзац. Но! Несмотря на это, Шила Прабхупада Кии Джай, можно только приветствовать желания тех, кто искренне стремится с помощью логики разобраться в философии Шричи Тани Махапрабхупада. То есть есть важный компонент. Есть вот эта специя, которую мы добавляем в процесс. Какая специя? Только что я сказал. Нет. Что говорит здесь? Но! Несмотря на это, можно только приветствовать желания тех, кто искренне стремится с помощью логики разобраться в философии Шричи Тани Махапрабхупада. Кришнадас Кавирадша обращается к ним с такими словами. Пожалуйста, подвергните строгому анализу милости Шричи Тани Махапрабхупада. Если вы действительно логики, вы придете к верному умозаключению, что нет никого более милостивого, чем Господь Чай Тани. Пусть логики сравняют все результаты своей гуманитарной деятельности с исполненным милосердием деянием Господа Чай Тани. Если они будут непредвзяты в своих суждениях, то поймут, что никакая другая деятельность на благо человечества не может сравниться с тем, что сделал Шричи Тани Махапрабхуп. То есть, когда мы выбираем объект для поклонения, мы должны подвергать это логике. Шилопраупада есть знаменитая фраза «Сомнение – признак разума». Да, он говорил. И это факт. Но когда сомнения заводят человека в тупик и возвращают его к материальной деятельности? Тогда нет искренности, когда у него нет желания найти объект поклонения, когда он просто хочет оспорить. Мы приходим в какую-то конфессию, и если у нас есть умонастроение искренне найти объект поклонения на всю жизнь, которому мы посвятим эту жизнь и в итоге вернемся к нему, то Господь даст этот путь. И здесь логика, она конструктивная. Если же нет, то это лишено всякого смысла. Все, кто занимаются гуманитарной деятельностью, стремятся удовлетворить телесные нужды людей. Но Бхагавадгита 2.18 дает нам понять Материальное тело тленно, тогда как душа вечна. Филантропическая деятельность Шричи Тани Махапрабхуп связана с вечной душой. Сколько бы мы ни старались, для пользы тела, оно все равно будет уничтожено. И нам придется получить другое тело, заслуженное нами в этой жизни. И сверху говорится о таких логиках. То, что было перечислено в первом абзаце, речь шла о ком, о каком типе логиков, которые пытаются оправдать свое поведение в материальном мире. Они не хотят найти объект поклонения, их задача другая. Они хотят объяснить, почему они занимаются тем, чем занимаются. Почему они наслаждаются миром. Это материалисты. Да, потому что они материалисты, и их желание наслаждаться. И их логика приводит к чему здесь говорится, что такие люди все равно родятся снова. И тут говорится, кем они родятся. Шакалами. Харикриш. Мы-то что, радуемся? Если мы будем так мыслить, тоже шакалами родимся, к сожалению. Вашнами шакалами. Да, вашнами шакалами мы еще к этому вернемся. Сколько бы мы ни старались, для пользы тела, оно все равно будет уничтожено. И нам придется получить другое тело, заслуженное нами в этой жизни. Поэтому человек, не понимающий науки переселения души и заботящийся только о теле, не очень разумный человек. Шичитане Магапрабу, не отрицая потребности тела, проповедовал духовное развитие во имя очищения человеческого бытия. Поэтому если логик будет рассуждать предвзято, непредвзято, то он обязательно поймет, да, вот этот момент. Если логик будет рассуждать непредвзято, то он обязательно поймет, что Шичитане Магапрабу есть Магаваданьяевата. Самое милостивое воплощение. Так звучит пранама в Господу Читане. Ее все знают. И у него есть три качества в Магапрабу. Адбута Каруни, Адбута Ваданьяя и Адбута Ударья. Есть три качества Господа Читане, которые отличают его от всех аватар, которые мы знаем. Адбута, кто знает, что такое Адбута? А? Адбута. Адбута значит удивительно, непросто. Эта приставка Адбута к каждому из качеств, которые практически все означают одно и то же. Адбута Ваданьяя, Адбута Ударья и Адбута Каруния примерно значат одно и то же. Адбута тоже милость. Но каждый из них имеет определенный оттенок. Адбута значит он удивительно щедрый. Адбута Ударья удивительно щедрый. Адбута Каруния удивительно милостивый. Адбута Ваданьяя примерно то же самое. Адбута значит непросто. Знаете, просто добрый человек. Он невероятно добрый человек. И Господь Чайтания был удивительно милостивым. Хватало на тот момент. Вы думаете, Адвайта Ачария не был милостивым? Или у него не хватало шакти? Всего хватало. Но у него не было вот этих качеств. Адбута. Поэтому он стал молиться Кришне. Поэтому он призвал Кришну сюда, чтобы он пришел и просто снес невежество. На тот момент невежество, покров невежества на людях был настолько сильный. И был подкреплен гьяной. На то время Навадвипа представляла центр учености из себя. И дурака обратить в веру очень легко. Глупого человека, простого, какого-то деревенского, это несложно. Но у человека, у которого внутри есть четкая, очень сформулированная логическая система, почему он наслаждается материей, сбить с толку очень сложно. Точнее, вернуть его на правильный путь. Сбить с томогунского этого толку. Поэтому, если логик будет рассуждать непредвзято, то он обязательно поймет, что в Шричитане Магапрабху есть мага, водоняя, аватара, самое милостивое воплощение Бога. Он даже более милостив, чем сам Господь Кришна. Господь Кришна требовал полного подчинения себе. Да? Где он требовал? Он говорил, 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 говорил о Раджуне, много всего говорил, потом говорит, короче, все, надоело. Сарва Дхарман Баритяджа, мамы кам Шаранам Раджа. Он говорит, Сарва Дхарман, вообще все брось. Имам Экам. Вот эта фразочка прям Кришна описывает в полной мере. Почему нам сегодня, по крайней мере, не интересен Кришна? Сегодня мы будем прославлять Господа Читане. Потому что Господь Читане никогда не говорил, мамы кам. Он не говорил, мне предайся. Он говорил, ему предайся. И это позиция преданного. Он говорил, предайся Вашнавам, предайся Нитянанди, предайся Адвайте, предайся Гададхаре, всем предайся, мне не надо, не обязательно вообще. Вот им предайся. Предайся Кришне. Ну а Кришна говорит, Сарва Дхарман. Сам Господь, Господь Кришна требовал полного подчинения себе, но Он не раздавал любовь к Богу с той же щедростью, что Шри Читане Маха Прабу. Поэтому Шри Ларупа Госвами выражает почтение Господу Читане так. Намамагаваданья, Кришна правима прадаятая, Кришна, Кришна, Читане, намногорадвишаянамага. Господь Кришна только даровал миру, Бхагавадгиту, которая позволяет постичь Господа Кришну таким, какой Он есть. Но Шри Читане Маха Прабу, который не отличен от самого Господа Кришны, дал всем людям любовь к Кришне, не делая никаких различий. Итак, план действий, план нашей работы, философской работы на ближайший час таков. Для начала мы разберемся, к чему призывает нас Кришнадас Кришна с вами. И он говорит, воздев руки, пожалуйста, поклоняйтесь. И он говорит, не просто поклоняйтесь, подвергните логическому анализу милость Господа Читане. Не самого Господа Читане, невозможно его логически понять. И более того, я вам скажу, Маха Прабу даже не ставил такой цели перед собой. Объяснить кому-то, что он делает. Он пришел и пел просто. Он просто брал Мридангу, брал Вайшнавов, выходил на улицы, пел и собирал всех. И ему это не надо было. И людям это не надо было. Людям, которые окружали Маха Прабу в тот момент, на улицах Навадвипы, на улицах Майапура, им не нужно было ничего объяснять. Их трясло от экстаза. Зачем им лекции? Кому нужна лекция, когда тебя от премы трясет? Когда слезы льются у тебя из глаз ручьем? В те времена, пока Господь Читане находился на земле, и те, кто попадали в круг его Киртана, им ничего больше не надо было. Все, их жизнь в материальном мире заканчивалась на этом. Попав в Киртан, они совершали материальное самоубийство. Сегодня немного на утренней лекции я говорил о том, как проходил Киртан Маха Прабу. Те люди могли не есть неделями, не спать неделями, просто идя и воспевая святые имена за Маха Прабу. Когда они пошли за Рупой Санатаной в Рамакеле, долгий путь пешком с Харинамой, сначала это вышла небольшая группа Санкиртаны в Майпуре, и они двинулись по направлению к Рамакеле. Это было похоже на то, как, знаете, когда разливают ртуть. В какой-то момент ртуть собирается воедино, и ничего не может этому препятствовать. И вот эта маленькая группа преданных, пока дошла до Рамакели, превратилась в океан. Капля Вайшнава в 3-4, может, 20-30 человек их было. Когда они дошли к Рамакеле, их было несколько сотен тысяч, что город испугался. Там сидел кто? Набоб Хусейн Шах, и он конкретно испугался. Потому что он стоял с башни и увидел пыль. Он увидел, как далеко, практически в рамках горизонта, большой город, но увидел, как на горизонте вздымается пыль. И сначала он подумал, что армия идет. И здесь забежал один из охранников, которые стояли на воротах дворца, на воротах, не дворца, на воротах города. И он прибежал к нему, и говорится, что кожа его была похожа на джекфрут. Кто-то видел джекфрут? Он весь в пупырышку. И его трясло, и нет страха. Он просто увидел пыль, и увидел преданных, и услышал святое имя, и его затрясло. От экстаза даже он, будучи мусульманином, слугой на Боб Кусейн-Шаха, он не знал, что делать. И он прибежал, и говорит, там это, я не знал, что там происходит. И он как-то вытряс из него. Что происходит? Он говорит, идет личность золотистого цвета, сияющая, впереди, поет, прыгает до небес. Когда он ступает шаг, под ногой его вырывают яму, жаждая его милости, преданные хватали пыль. Вы не просто, знаете, как мы, опа, по асфальтику. Они вырывали яму под каждой воню. Вся дорога от Нади, от Бенгалии и до Рамакели была в ямах. Вот такие, знаете, шагами были ямы. Там, где приземлялся Махапрабу и подпрыгивал снова в этом месте, преданные вырывали яму из пыли. Они все шли и были похожи на шиваитов. Были все в пыли. Пыль стояла столбом. И на губку Сейн-Шах, просто услышав об этом от своего подчиненного, сам стал похож на Джекфрут. Его задрясло. И он сказал, я не знаю, кто это, я не знаю, что это, но, по-моему, это сам Бог. Поэтому мешать я ему не собираюсь. И он пустил его в город. Но сейчас не об этом. У меня не получается вернуться к какой-то четкой логической системе. Но я буду говорить так, как дает мне Господь Чейтанин возможность говорить. Кришнадас Кавираджбе с вами говорит, логически объясните, пожалуйста, милость. Можно ли объяснить милость логически? Как по-вашему? Что такое милость? Милость – это то, что свалилось. Как правило, то, что валится на нас, ну, сложно объяснить. Но ты идешь, что-то, оп, упало на тебя, ледышка с головы. Какая тут логика может быть? Но логика есть всегда. Ну да, ледышка с головы – это на милость не особо похоже. Но давайте что-нибудь пирожок упало с неба. Я не знаю, что объяснить. И объяснить логически – это невозможно. Как правило, когда милость не сходит, это очень сложно объяснить логически. Я помню очень хорошо одну ситуацию. Была Радхаятра в Донецке. Это был год 2005, наверное. Большая Радхаятра. Было очень жаркое лето. И нас спустили по главной улице. Улица Артема, главная улица города. Перекрыли движение, шли только мы. Было очень жарко. Мы тащили эту колесницу. Еще играли на мридангах. И в какой-то момент у всех преданных в этом шествии возникло единое желание. Господи, что ты сделаешь с этой жарой? Потому что все поворачивались и говорили «Ах, Арибон, нет сил». И в какой-то момент очень мелкодисперсная водная пыль стала сыпаться на нас. И я заметил, как все стали оглядываться по сторонам. Никто не мог понять, что происходит. Небо абсолютно голубое. Даже в районе ближайших 20-30 километров не было ни единого облака. Солнце палило прямо на нас. И никаких фонтанов рядом не было. Мы шли прямо под центральной улицей города, восьмиполосная улица. Мы шли в середине. И нас стало всех обливать водой. Я сначала подумал, что фонтан. Я знал, что на Артема есть фонтан, но он был где-то 2 километра от нас еще впереди. Я подумал, может быть, как-то ветром несет фонтан. Нет, не было ветра. Просто нас всех покрывало приятной прохладной водой. Пока мы не дошли до места, где останавливалась и начиналась концертная программа. И вот милость. И как ты ее объяснишь? Ты смотришь в небо, туч нет. Смотришь, фонтанов нет. С брызгалками никто не бегает. Что происходит? Понять невозможно. И тем не менее, Кришнадас Кавираджа Госвами говорит, подвергните логическому объяснению, логическому анализу милость Господа Чайта. И дальше он начинает подробнее об этом говорить. Осознав милость, он говорит в предыдущих стихах, перед этими, говорит очень важную вещь, что человек, который даже следует духовной практике, задумайтесь, важный момент, человек, который следует духовной практике, кто следует духовной практике, поднимите руку. Честно, нормально, все, нет подвоха. Мы все следуем духовной практике. Мы повторяем Харе Кришна. Кто повторяет Харе Кришна? Хотя бы полкругла. Повторяем. Значит, следуем духовной практике. Мы попались сейчас сюда, пришли сюда осознанно в храм, значит, мы следуем духовной практике. Так вот он говорит, Человек, который даже следуя духовной практике, не пытается понять, в чем заключается милость Господа Чайтани, является асуром. Кто такие асура? Демоны. Человек, который не понял, в чем заключается милость Господа Чайтани, совершая духовную практику, он говорит, что может долго-долго еще оставаться в материальном теле. Он остается не просто человеком, а асуром. Почему асуром? Он объясняет этот момент очень глубоко, что человек, занимающийся духовной практикой, не понимая милости Господа Чайтани, которая по сути заключается в том, чтобы жить ради Кришны. Мы еще вернемся к этому детально, но сейчас я вам открою этот секрет. Логика милости Господа Чайтани заключается в том, что наша духовная практика, в том числе пение и повторение святых имен, должно быть направлено на Кришну. Как только человек начинает осознавать это, он выходит из этого состояния асура. Потому что асурами и в ведическое время, и в наше одинаково считаются люди, которые живут только для себя. Почему Хирани Кашиху считается асуром? И почему Прохлад Махарадж не считается асуром? Они из одной семьи. Более того, они отец и сын. Связь очень тесная. Но один асур в своем сознании, асур или демона, другой нет. Потому что Прохлад Махараджа интересовала только удовлетворение Кришны. А Хирани Кашипу, при том, что даже поклонялся Шилограмм Шилам, Вишну Шилам, он проводил арати каждого. Кто проводит арати каждого? Поднимите руку. Харе Кришна. А он проводил. И мантры он повторял. И шастры знал. И шастры знал в идеале. Мы так никогда не будем знать шастры. А он знал их. И он оставался асуром. Потому что целью его практики было самоудовлетворение. Рупа Госвами для нас очень важная личность. Кто знает почему? По сути, как в испочитании, сам ничего не оставил после себя, но он попросил Шилы Рупа Госвами все это объяснить. Да, то, с чего я начал. Махапрабу просто пришел, пел и заражал всех премум-бхактин. Он вышел на улицы и стал заражать людей. Он не раздавал, он заражал. Знаете, в чем разница? Потому что когда раздают, ты хочешь, возьмешь, не захочешь, не возьмешь. Махапрабу не спрашивал. Он просто подбегал, хватал человека, обнимал его. Он даже не видел, кто это. Он не знакомился с ним, не говорил. Харикриш, как вас зовут? Из какой вы Готры? Из какой деревни? Да наплевать. Он обнял его и крикнул ему в ухах. Харикриш, пошел дальше. Тут упал, трясется. Все, премум-бхактин, готово. Он заражал людей. Он ходил по улицам на Вадвив и просто заражал толпами людей, деревнями. Заражал. Бхакти. Да. Но что произошло, когда ушел Махапрабу? Эффект перестал работать. Да. Это работало только в рамках Господа Чайтани. И почему Рупага Свами является самста покаачарием, самста покаачарием Гаудея Брама Мадова, Гаудея Вашна Асампродая? Потому что именно он объяснил, как продолжить, как удержать это состояние милости Господа Чайтани. Что милость она была, пока Махапрабу был здесь. И он ничего не утруждал себя объяснениями. Он просто пел, давал, шел на новое место, снова пел, снова давал бхакти, шел дальше. А Рупага Свами сидел и записывал, что же он дает. Он детализировал, он объяснял, как нам, оказавшись снова в этой внешней миссии Господа Чайтани, где мы собрались все вместе и стали петь. Греи Кришна, Греи Кришна, Греи Кришна, Греи Рама, Греи Рама, Греи Рама, Греи Рама, Греи Рама, Греи Рама. Не просто вот так шактичненько погромче крикнуть, это мы можем, да? Давайте попробуем еще громче. Хре Кришна! Хре Кришна! Хре Рама! Хре Рама! Хре Рама! Хре Рама! Посмотрите на кожу у нас. Там есть джек-прут? Нет. Ничего не изменилось. Слезы на месте. Не вытекли даже. И Рупа Госвами посвятил всю свою жизнь тому, чтобы написать книги, которые объясняют, как вернуть это состояние, как нам раздобыть, не имея самого Махапрабу, раздобыть его милость. И когда он начал писать самую важную книгу для Гаудея Вайшнавов, как она называется? Бактира Самрита Синь. Он начинает, одну из первых шлок, которые он произносит, она звучит как? Объяснение, что такое премум бактира? Аня Абилаши Ташуньян, Дьяна Карма Дьянаврита. Ану Кулиена Кришнану Шиланам Бактира Уттама. Он говорит, вы хотите Уттама Бакти, вы хотите, чтобы вас покрыла гусиная кожа, вы хотите слез из глаз во время Киртана, вы хотите полностью предаться Кришне. Он говорит, хорошо, Бактиру Тама, вы получите его, если Аня Абилаши Ташуньян, Яна Карма Дьянаврита, Ану Кулиена Кришна Ану Шилана. И в этом стихе есть две составляющие части. Как в любой практике, вообще любое действие, описанное в шастрах, всегда объясняется с двух сторон. У нее есть две составляющие. Татаста Лакшина и Сварупа Лакшина. Что такое Татаста Лакшина? Внешняя причина. То есть у любой аватары, к примеру, как и у самого Магапрабху, была Татаста Лакшина, его явление, и была Сварупа Лакшина. Внешняя и внутренняя причина. И сейчас мы поговорим о Татаста и Сварупа Лакшине этого стиха, который сказал Рупа Госвами. По сути дела, Аня Белаши Тошиньям, вот этот шлока, который дал Рупа Госвами, является формулой, меняющей статус человека. Статус, понимаете, да, о чем? Что значит поменять статус человека? Какой у нас статус сейчас? Ну, кроме контактов, вы еще какой-нибудь статус. Какой у нас статус? Ните Бандха. Ните Бандха, вот правильно сказал генерат. Что такое Ните Бандха? Вечно обусловлено. Вечно обусловлено. Что значит вечно обусловлено? Значит, человек пойманный в капкан кармы. Мы попались в какой-то момент в капкан кармы. И что это значит? Причина следственной связи. Что бы я ни делал, я за это либо выгребаю, либо получаю. Либо хорошее, либо плохое. И эта деятельность, любая, которую мы делаем, не осознавая высшей цели, то есть не ставя своей высшей целью удовлетворить Кришну, любая деятельность влечет карму. Понимаете, да? И Рупа Госвами, он говорит, что Вайшна, в которой поймет суть милости Господа Чайтани через эту шлоку, аня Белаши Ташуньям, он меняет свой статус. То есть находясь здесь, в материальном мире, в этом же теле, совершая ту же самовнешнюю деятельность, мы живем в другом мире и являемся совсем другой личностью. То есть карма перестает влиять. За нами не тянется вереница последствий. Астрологи, которые берутся составлять гороскоп чистому преданному на свою голову, они ничего понять не могут. То есть они говорят, вот с ним произойдет это, 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 а с ним не происходит. Или происходит вот совсем другое, вот это, вот это, вот это. Потому что в этот момент Кришна вмешивается. Вот мы всех говорим, Кришна карма, Кришна карма, Кришна карма. Является ли Кришна карма атрибутом асуров? Нет. Почему? Там Кришне неинтересен человек. Тот, кто в Кали-югу, придя даже в общество преданных, не понял, что значит милость Господа Чайтании, что значит Аня Белаши Ташиням, Яна карма Дьянавритан, Ану Кулиена Кришна, Ану Шивана. Кто не понял этих вещей, сейчас мы их детально разберем, тот продолжает быть асуром и тянет за собой огромный багаж кармы. Огромным. Нам даже страшно, даже лучше не пытаться представлять это. Я думаю, 10 тысяч слонов не увезли бы, если бы это всё разложить в ящики. Это очень длинная вереница проблемы. Представьте, то есть возможно ли, ну, к примеру, вы видели когда-нибудь, чтобы человек на Камазе разъезжал по торговому центру? Нет. Ну, потому что это неестественно, он не влезет там. И так же самый человек, который не отказался от своей кармы ради Кришны, не отказался от своего счастья ради счастья Кришны, он из себя представляет слона в посудной лавке, который пытается залезть в бакте, начать этот процесс духовной жизни, но не может, что он просто не умещается там. Вайшнав, который оказывается в обществе других вайшнавов, которые искренне славят Кришну, но при этом сам не обладающий чистотой и искренностью необходимы, он как этот слон в посудной лавке, он только беспокойство причиняет окружающим, и сам не может погрузиться. И другим не дает, как и был этот Брамачаре. Помните историю? В Шривасангаме Магапрабу собирал небольшая отвлеченная история. В Шривасангаме или в доме Шривастакура Магапрабу периодически собирал киртаны. Это были особые киртаны. Тогда он еще так активно... Тогда он еще так активно не проповедовал на улицах Новодвипа. Тогда он собирался с друзьями и пел дома. И все хотели туда попасть. И те, кого не пускали, те очень сильно обижались, злились на Кришну, на Господа Чайтанию. И они... Что человек, которому... Как в той басне. Лиса, она клянчила, клянчила виноград у вороны. И потом говорит, да кислый он, короче. Я вижу, кислый он. Что остается человеку, которому не дают то, что он хочет? Остается критиковать. Эти преданные, псевдопреданные. Эти преданные, которые не могли... Которые были преданными. Но были вот такими асура-бактами. Которыми, к сожалению, к великому, возможно, мы являемся сами. Если мы не понимаем милости Господа Чайтания. И эти преданные, не хотя попасть на киртан, не попадали, потому что Махапрабу туда не пускал всех подряд. И он пускал туда только тех, у кого есть вот это качество. Кто понял, зачем он пришел. Таких людей было немного. И однажды туда попал Брамачарин. Его притащил сам Шиваста Кур. Он был очень милостивый. Вы знаете, да, он на нашей стороне был всегда. Шиваста... Почему? На греховском. На греховском. Ох нет, Брамачарина, ваше сейчас. Нет. Почему? Почему Шиваста Кур всегда за наших? Почему нам, кстати, очень важно получить милость Шиваста? Потому что Шиваста Кур, пандит из всей Панчататвы, единственный относился к Татаста Шакти. Он тоже был дживой. Это Нара-да-муни, это джива-татва. То есть он не часть Господа. Он не из того муравейника, он из нашего муравейника. Он отсюда вышел. И поэтому он как бы переживает за нас очень сильно. И поэтому периодически он кого-нибудь притаскивал туда. То тещу свою, Брамачария этого притащил. И спрятал его. Он знает, что Махапрабу будет не в восторге. Он знал, что Махапрабу будет недоволен этим. Что он не хочет его видеть. Но он думал, ну это самый подходящий вариант из всех моих подопечных. Он всю жизнь пьет одно молоко. Он подумал, это наверняка очистило. И на самом деле он знал, что это за фрукт молочный такой. Но он все равно притащил его. Потому что он был так же, как Госпочитание, был Адбута Корония. И он притащил его туда. И Махапрабу начинал киртан. И в какой-то момент он останавливался. Он чувствовал, что-то не так. Представьте, Махапрабу чувствовал даже это просто в воздухе. Он не мог петь в этом состоянии. Он снова попытался начать. Опять не пошло. Не может он начать петь Святое Имя, как хочет. Он не может зарыдать по Кришне, когда кто-то непонятный, не в той баве смотрит на него и слушает его. Кто-то, кто не понимает, в чем заключается его милость. Итак, сейчас мы более глубоко разберем эту тему. И на самом деле, кто-то знает перевод этого стиха Аня Белаши Ташуния? Яна Кармадья Наврита. Мы разберем два аспекта. Татаста Лакшинам и Сурупа Лакшинам этого стиха. Татаста Лакшинам — это Аня Белаши Ташуния. Что такое Аня Белаши Ташуния? Аня Белаши, то есть нету... Нет желаний. Аня Белашь значит «у меня нет желаний». Но Ачарья объясняет этот момент глубже. Аня Белашь не значит просто «нет желаний». И это уточнение очень важно. Сейчас я объясню, почему. Аня Белашь означает «у меня нет природы желать». То есть я не просто чего-то конкретного не хочу. Я не хочу желать ничего для себя. Понимаете разницу эту? Вы видели когда-нибудь людей, которые ничего не хотят? Видели? Харе Кришна, депрессия — это что по-вашему? Состояние депрессии кто-то испытывал? Ты ничего не хочешь. Тебе материального не хочется, духовного не хочется. Тебе вообще на всё наплевает. Ты сидишь просто и горюешь почему-то. Всё это состояние депрессии. Более того, приходит ли вам кто-нибудь на ум из великих вайшнавов, испытывающих депрессию? Была похожая эмоция, но это была скука по Кришне, к сожалению. Кто? Нет, Гита. Ну, в Ясадево, кстати, да. В Гите кто у нас главный герой? Арджуна. В первой главе выясняется, что у Арджуны депрессия. Вишада. Арджуна, Вишада, йога. Описывается депрессия Арджуны. Целую главу или даже две этому посвящено. И что в этот момент Арджуна говорил? Это похоже на духовную практику. Помните, что он говорил? Я не хочу Кришны. Это не сделает меня счастливым. Я лучше уйду в лес и буду повторять мантры, и буду поститься до конца жизни и умру. Классно? Согласитесь, мощное такое желание, сильное. И у нас тоже иногда бывает, что-то не заладилось, депрессия, весна началась, депрессия началась. И что происходит с человеком в этот момент? Он думает, все, не надо мне ничего. Не хочу ни машину, ни в отпуск, ни работать. Ничего не хочу. Он думает только... Ну, он даже мантру не хочет обычно повторять. Ничего не хочет. И Арджуна тоже ничего не хотел. Он даже лук уронил. А это, поверьте, многое значит. Арджуна уронил лук. Это очень важный момент. Потому что он этот лук случайно никогда из рук не выпускал. Это было продолжение его тела. А тут он уронил его. Он настолько был потерян. И поэтому здесь уточняется, что Аня Абеллаш значит избавиться... Что такой человек должен отказаться от самой природы. От привычки желать. Что отказаться от желаний легко. Это можно сделать насильно. Да? Можно же от желаний насильно отказаться. Ты понимаешь, что вредно. Да? К примеру, тебе сейчас жирное вредно. Ну, я болел гепатитом. И я знал, что жирное вредно. Это усугубит моё состояние. Более того, я попробовал. И мне стало очень плохо. И у меня Аня Абеллаш появился. Вредно. Не буду есть. Жирное. Но я отказался от самого желания осознанно на время. Сама потенция желать, хотеть чего-то для себя, она осталась. Я просто ждал, когда сменится состояние моего тела. И это первое. Это татас Талакшина. Что должен сделать преданный отказаться, хотя заметьте, очень масштабная вещь, отказаться от самого желания желать что-то для себя. Насколько это просто? Подумайте, это просто? Это ой, как непросто. Вообще что-то желать для себя. Перестать желать для себя. Неважно что. Сейчас мы не обсуждаем какие-то конкретные вещи. Вот это и есть избавиться от вожделения. Более того, вот в Сварупа Лакшине, говорится, для кого живы? Аня Беллаши Ташунем Генна Кармана, где она говорит там? Анукулиена Кришна Анушила нам. Говорится, чего должен желать такой Вайшнав? Кришна Анушил. И это значит счастье для Кришны. И когда преданный становится Кришна Анушил, то есть он отказался от своих желаний, он чист. И он переносит, да, он свою мукху, лицо поворачивает к Кришне. Ну точнее туда. И в этот момент он начинает желать ему счастья. Ему без разницы, что происходит с его жизнью. Вообще на все плевать, представляете? Вы можете представить себе на себе такое состояние? Что это внешне, как это проявляется? Это непонятно, да? Страшно. Вот в этот момент мне стало страшно. Когда я услышал эти вещи, мне стало страшно. Я понял, что я отношусь к предыдущим стихам Кришнадаска и Раджака Свами. Что я Асура. И каждый из нас... СМС-очки? Да. И каждый из нас тоже почувствует этот момент. Потому что мы даже не представляем, как это не жить для себя. И более того, я вам скажу, может, мать может представить, что такое не жить для себя, жить для ребенка. Но! Это все равно... Может быть, можно выключить. Вам так меня хорошо слышно? Нет, вот там вообще не слышно. Я поэтому туда и поставил. Давай вот тут поставим сюда. Лучше, да, тут поставим. Давайте. Процесс непростой. Чувствуете, да? Да. Процесс осознания Кришны и милости Господа Читания, он непростой даже сейчас. Правда. Сделаем. В Кали явно против, чтобы мы обсуждали эти темы. Но принцип заключается в том, что если мы продолжаем желать для себя, мы остаемся ассурами и будем практиковать. И дальше, в следующем стихе, 16 стих, я прочитаю. Это самый страшный стих для преданных. Кто знает, о каком стихе идет речь? Это жуть вообще. Потому что он означает, что мы попали с вами. Если мы ничего не поменяем, то у нас очень большие проблемы. Здесь говорится Красивый стих, который говорит Богу Джанма. Он говорит Тот, кто наносит 10 оскорблений святому имени И в то же время повторяет Махамантру Гарей Кришна, Гарей Кришна, 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 Гарей, Гарей Гарей Рама, Гарей Рама, Гарей Рама, Гарей, Гарей Несмотря на все усилия Не обретет любви к Богу высшей цели повторения святого имени Даже если будет повторять святое имя на протяжении многих жизней Немногих месяцев Харей Кришна Не лет даже Жизни Даже с усилиями Если мы не поняли О чем в предыдущих стихах сказал Кришнадас Кавирадж Гасвами И о чем говорит Рупа Гасвами Произнося этот стих Аня Белаши Ташиньон Генна Карма Денабритам Анукулина Кришна Нушилана Мы живем по этому стиху Исключив из него первую часть И добавив во вторую небольшие изменения Мы живем наслаждаясь материальными желаниями Аня Белаши Ташиньям мы исключаем Яна Карма Денабритам тоже исключаем И дальше Анукулиена Ману Анушилану Что такое мана Анушилана? Ума Да, то есть мы удовлетворяем прихоти своего ума Нас интересует счастье нашего ума И если это не изменить Дорогие вайшнавы Как это не прискорбно Если мы не поймем формулу милости Господа Чайтани И при том, что Господь Чайтани очень милостивый Был, приходил, раздавал прему Он продолжает ее раздавать Но он раздает ее конкретным людям К сожалению, мы не попали в объятия Мага Прабу К сожалению, независимо от нашего К сожалению, независимо от наших усилий Если мы не начнем жертвовать собственным счастьем ради счастья Кришны Просто усилия сами по себе хороши Хороши Они делают нас лучше, это факт Мы даже можем увидеть, как благодаря собственным усилиям Меняются какие-то качества в нас Мы становимся пунктуальнее, ответственнее Даже честнее Может быть, где-то даже мягче Нежнее, лучше С годами мы можем видеть это Преданный Если мы не делаем это ради Кришны То это не Бхакти Это Асура с Адам Мы конкретно работаем над тем Чтобы стать хорошим, добротным, настоящим демоном Госвами Махарадж говорит Такие демоны могут быть очень хорошими Они могут быть добрыми Могут не курящими быть Не пьющими Даже стилоком Но они не становятся бактами В том смысле, в котором хотел это видеть господь Чайтаня Он обнимал И он не спрашивал Ты бакта или нет Как помню, были времена в 90-е И там приходили все на дискотеку Говорили Ты жиган? Пацан? Нет, на! Здесь господь Чайтаня Он ничего не спрашивал Он хватал Обнимал Зажимал Прижимал к себе И давал премию К сожалению, он ушел 530 лет назад Ровно сегодня 30-ничек Я очень горжусь, что Мы с Махапрабу родились в один год Я почему-то всегда этим очень горжусь В 1486 году явился господь Чайтаня Прошло 530 лет Сегодня годовщина Юбилей С дня явления господа Чайтаня Но он ушел И он оставил практику И в отличие от Кришны Он оставил объяснение Как этой практикой заниматься Кришна дал нам метод Как приблизиться к нему Как быть рядом с ним Смелей Да, да Он говорит Сарват гарман паритяджам Амакам шарам Ахам твам Сарват папаби Мокша шьями мошача Он говорит Да, мне тебе шьями мокшу Но он говорит Что для этого нужно Он говорит Сарват гарман паритяджам Ничего не объясняет Он говорит Просто оставь все виды религии Просто предайся мне И даже Арджуна Но Арджуна был поумнее нас И он прослушал всю Гиту Очень внимательно Поэтому он понял Что нужно делать И разве он отбросил свою Дагарму Почему? Вот тут закономерный вопрос встает Никто эту логику не отслеживает Почему Арджуна Услышав слова Гиты Сарват гарман Не бросил лук И не сказал Ну слава Богу Я тебе вначале об этом говорил Зачем сражаться? Дагарма кшатрия какова? Сражаться И Кришна закончил Гиту Словами Отбрось свою Дагарму Он сказал Хорошо я понял тебя Взял лук И пошел сражаться с кауравами Почему? Потому что он понял Что имеет ввиду Кришна Большинство из нас не понимает Мы воспринимаем это Как какой-то механический процесс Сейчас я от всего откажусь От родных От близких откажусь От квартиры откажусь От чего еще Кришнаиты отказываются? Паспорт там выкидывают Паспорт выкидывают в Радакунду Было такое Не шутки преданные Реально никто не шутит Я сам знаю преданного Которого выкинул паспорт Ревел Потом сидел над этой Радакундой Не знал что делать У меня билеты горят Что делать Я не знаю А два дня назад Он был настолько пропитан Псевдолюбовью Кришне Что он готов Выбросил Паспорт Но Арджуна ничего не стал менять внешне Он взял лук И сражался до последнего И более того Он делал это так Как того хочет Кришна Он стал обманщиком Все они Пандавы И даже Юдиштира Стал обманщиком для Кришны Юдиштира Который Представьте На тот момент Юдиштире уже было Дай Бог лет Юдиштира был старым достаточно Он был уже взрослым Мужчиной У которого были уже внуки И он все эти годы Ни разу не врал В этом было могущество Юдиштира Говорится, что Когда он находился На поле битвы Курукшетра Его колесница летала Над землей Не касалась земли Из-за его благочестия Это Дхармарадж Это сам Бог Праведность Это кто был? Ям Ямарадж Да То есть он был сыном Ям Он никогда не врал Он соврал первый раз На Курукшетре И то не до конца И то он не мог Переступить через это Когда ему Сказал Кришна Скажи, что Ашватхама Мертв Иначе Вначале всех нас перебьет Он всех вас убьет У него хватит сил Ты должен соврать Что его сын Ашватхама Мертв Он говорит Я не могу Он говорит Хорошо, Бима тебе поможет Бима, убей слона Ашватхама Бима, убил слона По имени Ашватхама Он говорит Хорошо Ты просто крикни Дрона, Ашватхама мертв И он крикнул Этой колеснице Рухнула Надя Колесница, которая летала Всю жизнь Опустилась на землю И они врали для Кришны Они делали для Кришны все И это значит Что? Кришна анушил Об этом говорит Рупа Госвами Когда он говорит Если мы И вы Люди Калиюги Хотите продолжать Еще 10 тысяч лет Обниматься с Господом Чайтани И реветь в экстазе От Киртанов В экстазе Не от чего другого Мы иногда ревем на Киртан Это целая тема Для отдельной лекции Оставаясь с Асуром Мы так иногда Ревем на Киртане Это не то Это не будем сейчас Отвлекаться Очень обширная тема Целая отдельная Рупа Госвами посвящает Ей целую главу Здесь говорит Рупа Госвами Если вы хотите Пожалуйста Вслушайтесь внимательно Откажитесь Желать для себя И Анукулена Кришна Анушила нам Начните Желать счастья Кришны Независимо от чего В этом мире И тогда Кришна Начинает защищать Вот тогда Кришна Начинает Вмешиваться В нашу жизнь И тогда Карма отпадает То о чем говорит Кришна Кавирадж Госвами В предыдущих стихах Он говорит Такой преданный Понявший Милость Господа Чайтани Он теряет Карму Даже прарабду Вообще всю Ничего на него Не влияет Больше кроме Кришны Есть Одна забавная История Из Махабараты Хорошо Сейчас немного От философской Темы Вас отведу Ее Вряд ли вообще Кто-то слышал Я ее услышал Первый раз И она замечательная Абсолютно Она описывает Таких преданных В какой-то момент Примерно на восьмой день Битвы На Курукшетре Дурьодана Пришел к Бишме И он пришел к Бишме И сказал Я не пойму Дед Точнее я пойму Я понимаю На чьей ты стороне Теперь Прошло восемь дней Сражения А ты не сражаешься Даже на десятую Часть своей силы И я И все военно-начальники И все воины В нашем войске Знают Что ты можешь Убить их всех За один день Для тебя Это не проблема Вообще Вся вселенная Знала Кто такой Бишма Для Бишмы Это была не проблема Он мог убить Всех пандавов И все их войско За один день А уже шел Восьмой день И он задел его Поддел Бишму И Бишма сказал Хорошо Завтра Я убью Всех пандавов Я разгромлю их войско И война Закончится И более того Он выложил Пять стрел Пять стрел Для пятерых пандавов Он знал Какую Какую Какого Пандава Он убьет И это вечером Произошло И Кришне Донесли об этом У Кришны Везде были шпиончики И он Узнал об этом И он Прибежал К пандавам Они были В своем шатре Раздевались Был уже вечер Там около Одиннадцати вечера Они раздевались Готовились Отойти ко сну Набраться сил Чтобы завтра Снова сражаться И Кришна Забежал И сказал им Я узнал что Бишма Завтра Всех вас убьет И как вы думаете Что сделали Пандавы Они сказали Кришну Ну как бы Они сказали Ну и что Ну да И он сказал В смысле ну и что Что-то надо делать И они говорят Кришна Ты извини нас конечно Но мы уже делаем Все что в наших силах Мы выкладываемся На полную Ты же видишь Мы не халтурим Мы выходим На поле битвы И выкладываемся До последнего пота До последней крови Все остальное Извини Кришну Твоя забота Он пришел И говорит Давайте решим проблему Они говорят Харе Кришна Это твои проблемы И Кришна пошел Немного В замешательстве Зашел в свой шатер Стал думать Что ему делать С этим И придумал Всю ночь он думал Утром Рано-рано Утром Еще до Брама Мухурты Кришна тайком Пробрался В шалаш В шатер Драупади И он разбудил Драупади Он говорит Вставай Вставай Мывайся Одевайся Выходи Я жду тебя снаружи Драупади Не стала спорить Спрашивать что-то Она уже У нее был уже Опыт к тому моменту Полного предания Кришни Она находилась На этом уровне Как и Пандавы Чувствуете Да Пандавы Услышали Что ее завтра убьют Им было наплевать Потому что Если ты Кришна Хочешь Чтоб мы победили Ты что-нибудь придумаешь Мы и так все делаем И тогда Драупади Вышла из шалаша И Драупади Вышла из шалаша Одетая Мытая И он сказал Пойдем за мной И он отправился К Шатрубишну Мне сказали Что осталось 5 минут Я расскажу историю И вы все поймете И она отправилась За Кришной И когда они шли Кришна услышал Было очень тихо Все спали Все войска спали Вот только наступала Брама Мухурта И он услышал Что на ее ногах Звенят колокольчики Он повернулся к ней И сказал Сними колокольчик Она сняла колокольчик Он сказал Иди очень тихо Она кралась Очень тихо За ним И они подходили К шалашу Мишмадайва Когда они подошли К шалашу Кришна остановился И сказал Слышно твои сандали Он сказал Их надо снять И Кришна опустился И снял сандали Драупади Снял Взял их в руки И сказал А теперь ты иди Внутрь В шалаш В шатер Бишма Зайди очень тихо И просто поклонись им Ничего не говори И Драупади Так и сделала Покорная Кришня Она Зашла Очень аккуратно Тихо Бишмадайв В это время Вообще Все люди ведической культуры С утра В Брама Мухурту Они занимались Медитацией Они садились Какое-то время В безмолвной медитации Они осознавали Кто они Что они Для чего Они рождены Была Медитация С самосознанием И она Увидела Как сидит Бишмадайв Она Тихонько Поклонилась Ему Хотя на ней Не было Тапок Он не услышал Как она зашла Но когда она Но тут Момент Понимаешь Тихо Да И Драупади Зашла И очень тихо Поклонилась Ему Но тем не менее Бишмадайв Услышал Шелест царя И не выходя Из медитации Он поднял руку И произнес Аширват Дал благословение И он сказал Саубагивати Саубагивати означает Он услышал Что это женщина Он услышал Шелест царя И понял Что это какая-то женщина И он сказал Саубагивати Саубагивати означает Буквально означает Счастье тебе Женщина Но конкретно Для женщины Это переводится Как я желаю Чтобы твой муж Никогда не умирал Чтобы твой муж Всегда заботился И был рядом с тобой Это самое лучшее Благословение Которое могла получить Женщина Медической культуры И он поднял руку Ты не могла Сама это придумать Я не верю Что ты сама Это придумала И он сказал По-любому Где-то здесь Кришна Замешан И он встал А Драупагивати Сказала Ну спасибо Ну а что она сделала Зашла, поклонилась И получила благословение От деда Бишма Который сказал Пусть твой муж Точнее пять мужей Останутся всегда рядом с тобой Всегда будут живы И они вышли из шатра И Бижмадая Встал искать глазами Кришну И он увидел Как в кустах стоит Кришна На кустах его Была улыбка А в руках Тапочки Драупаги И это Кришна Анушила нам Вайшнавы То Что мы должны понять В словах Кришны Когда он говорит Означает буквально Избавьтесь от желания Желать Это первое Внешнее И второе Поставьте Сделайте своим желанием Единственным в жизни Желать счастья Кришны Вот тогда Милость Господа Чайтани Со всем набором эмоций Она придет в нашу духовную практику Спасибо большое Я надеюсь Это как-то повлияет на нас И Не выпускайте пожалуйста Из своего сознания Эту мысль Она неприятная Не очень комфортная Но она очень важна для нас Так же как Багаватан Который имеет Двенадцать песней И одна песня Посвящена описанию Адских планет На которые Вайшнавы Вайшнавы априори Не попадут Зачем Так и здесь Кришнадас Кавиравич Госвами Кришнадас Кавиравич Госвами Говорит одну мысль Которая пугает Вайшнавов Но она нужна Для того чтобы мы Стали думать Над милостью Господа Чайтани Он говорит Что мы останемся Асурами Пока не перестанем Желать что-то для себя И он говорит Что пока мы будем Продолжать оскорблять Святое имя И не понимать Милости Господа Чайтани Мы можем Жизнь за жизнью Повторять Святое имя Это два момента Которые Можно сутрировать Из этой лекции Что мы должны Научиться Желать только Счастья Кришны И деятельность Которую мы делаем Для Кришны Должна быть лишена Оскорбительное настроение Одно из другого Выходит Но это очень важно Ари Кришна Ари Кришна Вопросы Вы все Вопросы А